здравствуйте друзья что-то давно не дежурил я по америке поэтому будем сегодня дежурить значит политические выборные выборные баталии паутихли малька потому что ну как бы определились обе партии с кандидатами то есть если у демократов было понятно что клинтон собирает больше голосов чем сандерс то у республиканцев как бы вроде бы шло к тому что будет то что называется контест конференции вот это вот их съезд такой значит где не поймешь чего может произойти но вот поскольку все остальные там претенденты сошли то остался один трамп и он так уверенно значит движется вот с этого момента как бы сказать интерес пропал в массах ну то есть когда что-то когда интрига есть понимаете это одно когда интриги нет так и нет но и хрен бы с ним поэтому значит в дискуссиях остались там только люди сильно политизированные но дай бог здоровья так вот значит остальные как-то так меньше но приближается интересный день 7 июня вот буквально осталось туда сегодня чего нас третина вот осталось несколько дней и 7 июня произойдет очень интересное событие значит будут сразу выборы в пяти шести штатах там в частности в калифорнии и калифорния как бы является наиболее ударным из этих штатов на втором месте идет нью-джерси где тоже относительно много голосов но как бы в основном вот калифорния такой большой до процентов 70 там 80 всех голосов которые будут разыграны в этот день приходится на калифорнию с точки зрения распределения голосов избранных делегатов у демократов избранных делегатов и супер делегатов то есть супер делегаты их никто не выбирает они чиновники демократической партии и они как бы имеют право там голосовать за того или за это по своему усмотрению без того чтобы быть выбранным они по должности имеют право значит по супер делегатам клинтон реально раздавило значит сандерса там у него практически никого нет компания сандерса пытается воздействовать на супер делегатов особенно в тех штатах где сандерс побеждал хорошо типа мол они оторвались от своих избирателей но пока что вроде там один человек какой-то перебросился что вообще ничто но тем не менее вот что происходит произойдет 7 июня поскольку там штат нью-джерси и это как бы штат самой hillary клинтон то есть она там на больших позициях на высоких по по всем рейтингам и так далее то ей осталось там всего ничего голосов то есть даже одного штата нью-джерси и достаточно чтобы победить сандерса по голосам так сказать трудящихся участвующих выборов не супер делегатов а вот там где народ глазу то есть она его бьет и по общему голосованию и по голосам супер делегатов то есть обеих категориях не то что вот народ за сандерса а голосами супер делегатов клинтон значит все-таки там одерживают победу нет нет она одерживает победу по абсолютно всем голосам и и по этим и по тем тем не менее в калифорнии где у демократов разыгрывается но очень приличное количество там 470 что-то такое я так по памяти 475 значит конечно сандерс не может в калифорнии разбить ее на голову там пропорционально голоса уходят то может даже если он ну не знаю соберет там 55 процентов а на 45 но так он получит немножко больше голоса голосов чем чем клинтон то есть он не заберет все но тут как бы моральная победа мало того себе сейчас то что получается опросы показывают что клинтон лидирует что-нибудь на пару процентов на пару процентов но тут такая тенденция интересная что вот в отношении к сандерса с клиентом там где она на пару процентов лидирует в этих вот обзорах предварительно он обычно так процентов 5 а то и больше набирает когда доходит дело до выборов то есть как бы идет к тому что он может на пару процентов больше набрать и это все понимают и как бы группа поддержки клинтон пытается все это дело в значении так сказать принизить как-то не имеет значения победит он не победит это все равно даже если он победит это будет очень ровная такая победа там чисто чисто техническая победа при том что они в общем-то поровну наберут почти поровну наберут не имеет никакого значения и так далее значит тем не менее тем не менее калифорния как бы такой штат в демократическом смысле серьезный вот как допустим техас у республики конца это некий индикатор по голосам которые по проценту людей которые не любят клинтон она практически там то же самое что процент людей которые не любят трампа то есть она такой же нелюбимый объект политической жизни как вот трамп поэтому ходят спекуляции вот вчера например в блумберге была статья а то может быть даже и парочка еще а она была в блумберге но оригинальный материал был в wall street journal и там значит человек говорит что учитывая все вот эти обстоятельства в демократической партии нужно будет на съезде все-таки значит откинуть все эти результаты голосования и кого-то такого вы выставить кто мог бы реально противостоять трампу не в смысле того что там я не знаю чего но но хотя бы не быть таким вот объектом ненависти там больше больше половины населения вот в этом смысле ну то есть опять какие-то вот начинаются спекуляции что ну так нельзя вот вот так нельзя и вот так нельзя еще как-то нельзя против между тем республиканская партия оставшись вот как бы с единственным кандидатом нелюбимым не знает что с ним делать потому что как бы они вроде его ну не принимали конгрессмены там сенаторы значит все от него шарахались официально открещивались они ничего общего с ним не имеют тут вот вчера позавчера уволился там координатор республиканской партии в лос-анджелесе по работе с латиноамериканцами потому что трамп разрушает отношения значит республиканской партии с и латиноамериканцами с этим забором вдоль мексиканской границы нам всех повыгонять там и так далее то есть как бы вот ну чек просто ушел должности где так так невозможно видимо не желая нести ответственность за тот провал который значит если до дела дойдет республиканцы поимеют в этом направлении во всяком случае молодец вот так он вовремя с позорного места ушел значит потихонечку республиканцы как бы делать то нечего то не репу чешут и так как то как бы не хотя но потихонечку начинают вроде бы даже соглашаться с мыслью что да уже ладно уже трамп и трамп будем поддерживать сенатор марк рубио значит до сенатор рубио который вроде бы да так он тоже претендовал на должность и обзывал трампа надо сказать грязненько так его причем не просто грязненько а в личном плане вот он его не не то что там за дела какие-то просто в личном плане обгаживал собственно этот трамп не не церемонился и делал то же самое но как бы это явно негативный такой оттенок на отношениях но во всяком случае вот значит рубио сказал что в общем то он поддерживает трампа будет за него голосовать и всех остальных тип там призывают и и даже извиняется что грязно его и лично значит материл вот опускал опускал он приличными словами значит в общем они они бедные не знают чем делать как то вот так задумались но не знаю в общем такой поцелуй без любви получается с обеих сторон единственно кто у нас тут боевой это сандерс который сейчас тут по калифорнии со своим табором кочует очень напряженный у него тут график в смысле там митинги встречи митинги встречи даже клинтон тут что-то произошло ребята да ну давайте мы объедем значит даже вот хиллари клинтон которая должна была бы вроде значит то же самое делать в штате ниджерси значит порешила что в ниджерси они и так всех победят вот а вот в калифорнии как бы ну неприлично будете не то чтобы вот эти голоса с точки зрения подсчета но уже нельзя так неприлично понимаете она с этим email сервером неприлично значит с тем что врет ее каждый день ловит на каком-то вранье но тоже вроде не то чтобы эти люди там сильно приличие это не так конечно но но ну как бы чисто внешне вот так она как-то выглядит неприлично вот чтобы выглядеть как-то приличный значит компания ее перебили фокусировалась на калифорнию и она тут тоже значит сюда путешествует выступает процент тут значит трамп тоже где он тут сан-озе вот буквально за спиной меня тут 15 минут в ту сторону значит трамп выступал пару дней назад и там он всегда собирает большое количество людей которые вы не любят и они протестуют вот тоже там писали что очень эмоциональные там закидывали забрасывали значит обругивали там и так далее в общем появилось много материалов в прессе в которых разные люди делятся соображениями чего нам ожидать от трампа случись трампу стать президентом например вот так сдвинулась психологически говорят вот а что он сделает а где он чего значит заскрепит там еще чего-то надо сказать что самые заклятые враги соединенных штатов ждут прихода трампа то есть это о многом говорит на самом деле вот тут к всем известным значит любителям трампа добавился не помню как его там фамилия имя отчество из северной кореи диктатор значит тоже поддерживает трампа ждет не дождется чтобы на америку вот такая беда пришла вот я боюсь как бы им не ошибиться пацанам то этим уж особенно из такой как вот северная корея например она как бы маленькой все-таки эти вот поэтому но тем не менее значит вот тоже так интересно посмотреть по раскладам кто за кого вообще так что друзья я приезжаю в свой офис как вы наверное уже знаете те кто нас смотрит откуда мы едем и куда ну вот я приехал будем считать что мы так общее такое обозрение сделали я даже не знаю стоит ли нам по итогам того что произойдет 7 июня что-то такое обсуждать в том смысле что на выборы и на что-то такое реально серьезно это не не скажется но это может быть индикатором каких-то настроений может быть и вот если в этом смысле будет интересно мы поглядим а если нет так и нет вот так что давайте я сложу дежурство себя так тут солнечно у меня так я рукой подержу камеру общем друзья я дежурство сдал и до скорых встреч